Утро на Горском полигоне начинается далеко не с чашечки кофе. Бронегруппа условного неприятеля предприняла попытку наступления, но ее встретили плотным огнем артиллерии. Оппонент был вынужден отступить. Чтобы не допустить очередной попытки прорыва, одно из подразделений Гродинской механизированной бригады выдвигается на оставленные позиции, где закрепляется. Мотострелки оперативно занимают свои места в бронетехнике. Механики-водители БМП срывают машины с позиции. Марш-бросок несколько километров по лесным дорогам. Чтобы раньше времени себя не обнаружить, гвардейцы заранее спешиваются и скрытно продвигаются к объекту. Для моего взвода это контрольное занятие, в рамках которого мы выполним выдвижение на рубеж, закрепимся на рубеже. В дальнейшем отработаем комплекс технического занятия с боевой стрельбой. Совершим марш 6 километров. Не факт, что брошенные позиции оппонент оставил без сюрпризов. Важно тщательно обследовать местность на наличие мин и ловушек. Через несколько минут проходит доклад об обнаружении противника. Мотострелки обрушивают на неприятеля сокрушительный удар. Приготовились, наблюдали поле на цель. После этого мы начали стрельбу. Мишени были пехота и БМП. Дальность пехот на 250 метров, 300. П плюс-минус так же. Нужно быть всегда подготовленным. Это для того, чтобы без проблем и с полуслова понимать своих товарищей, командиров. Бронированные машины – приоритетная цель для оппонента. Поэтому на позициях БМП появляются буквально на несколько секунд. БМП они отработали, чтобы их не накрыло птуром. Они сразу отошли назад, поменяли позиции и начали работать после нас с ПКТ. Занятие показало – каждый боец четко знает свое место в тактическом замысле и грамотно реагирует на все изменения обстановки. Полевой урок завершается уверенным разгромом условного неприятеля. Дмитрий Бондарович, Павел Гордечик, Станислав Кушнер, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Продолжение следует... Продолжение следует...